Здравия желаю, товарищи подписчики и зрители канала, с вами Паш Фриман снова на связи. И в сегодняшнем видеоролике я вам расскажу про ГДРовскую Т-72М1, которая добавлена в патче Небесные Стражи для, соответственно, Германии. Машина располагается сразу же за КПЗ-70, причем на том же БЛО-м рейтинге 9,3. Во всяком случае, на момент записи ролика. И давайте вкратце я вам расскажу, что это за машина и как она вообще играется за немцев, и, соответственно, стоит ли ее качать. Так как это обычная 72-ка, самая первая и начальная, у нас с вами есть парочка хороших моментов и несколько, к сожалению, плохих, как и, в принципе, в любой машине, которая есть в War Thunder. Начнем, пожалуй, с хорошего. Во-первых, у нас с вами замечательное орудие. 125-мм пушка, стреляющая в топе под калиберными снарядами 3БМ-22, у которых бронепробитие с 500 метров, 415 миллиметров под прямым углом. Они в целом неплохо работают по наклонной броне и обладают довольно хорошим заброневым воздействием, но ими все равно желательно стрелять именно по уязвимым местам противника. Также у нас есть с вами замечательный фугас 3ОФ-26, у которого на борту 5,2 килограмма в тротиловом эквиваленте взрывчатки, чего достаточно для уничтожения многих противников, например, в крышу. Ну а про легкобронированную технику можно, в принципе, и не говорить. Он отлично ее уничтожает. Также у нас есть кумулятивный старяд 3БК-12М на 440 миллиметров пробоя, и у него 2 килограмма в тротиловом эквиваленте на борту находятся. Также машина обладает лазерным дальномером, упрощающим стрельбу на большие дистанции, что, конечно, радует. Разумеется, на пушке у нас еще и хорошая баллистика, так что лазерным дальномером не обязательно пользоваться постоянно. Тепловизора на 72 обычный у нас с вами, к сожалению, нет, но в целом на БР-9.3 он не сказать бы, что прям сильно может пригодиться. Да, когда вы попадаете в день списка, против вас будут попадать машины с тепловизорами, что на ночных картах, например, вам ничего хорошего, конечно, не сулит. Но в целом можно пользоваться обычным ПНВ. Если вы знаете карты, вы примерно будете понимать, откуда на вас может выкатиться противник, и вы его уже спокойно встретите. Что же касается подвижности, я бы не сказал, что 72-ка может похвастаться ей. У нас максимальная скорость 60 км в час на асфальтированной дороге. Задний ход всего 4 км в час, что не даёт нам уйти из-под атаки противника, во всяком случае быстро. И в целом я бы подвижность охарактеризовал бы как твёрдый среднячок. Ещё у нас для советской техники не самые плохие углы вертикального наведения. От минус 6, но всего, правда, до плюс 13 градусов. Это означает, что мы наверх не очень наводимся, но вниз от каких-то маленьких холмов и складок местности можем с вами поиграть. Перезарядка у нас на автомате заряжания 7,1 секунды. Но это, к сожалению, не самый лучший результат на этих БРах, и часть танков против нас, которые будут попадаться, скорее всего, будут нас перестреливать по этому показателю. Поэтому надо играть довольно аккуратно. Но зато если вам выбьют одного члена экипажа, то перезарядка у вас не уменьшится. И это, конечно, хорошо. Также автомат заряжания позволяет вам перезаряжаться во время тушения пожара. Также у нас относительно неплохо защищены щеки башни и ВЛД от некоторых видов снарядов, особенно если вы попадаете в топ списка против боевых рейтингов 8,3 и 8,7. Еще плюсом я могу отметить наличие крупнокалиберного пулемета NSVT калибра 12,7 мм, позволяющего нам бороться как с легкобронированной техникой, так и с низколетящими вертолетами и самолетами. Но, к сожалению, 72-ка переехала в ГДР вместе со своими минусами. Например, такими, как постоянные подрывы боекомплекта. Борта у нас картонные и НЛД ничем не защищена, поэтому пробитие туда нас обычно ваншотает. Помимо того, что у нас подрывается боекомплект, у нас еще часто уничтожается полностью экипаж, ибо у нас его всего три человека. К сожалению, динамической защиты мост на танке никакой нет, поэтому мы уязвимы против туров и кумулятивных снарядов, поэтому надо быть максимально аккуратным при геймплее. За счет не очень больших габаритов, имеется в виду высоты танка, мы можем с вами прятаться за небольшими укрытиями, что позволит нам избежать подобных попаданий. Скорости по вороту башни нам может с вами не хватать. Она всего 18 градусов в секунду, может даже чуть побольше, но это не сильно нас выделяет на фоне остальных противников, против которых мы с вами воюем. Поэтому в городских условиях нам надо будет доворачивать корпусом. И вообще я вам рекомендую почаще вслушиваться в звуки, потому что вы сможете обнаружить вражеский танк, просто услышав его двигатель, либо стрельбу, и заранее уже будете наведены в то место, откуда он может выкатиться. Также я обращаю ваше внимание, что наше орудие поднимается и опускается очень медленно, всего 3,3 градуса в секунду скорость вертикального наведения у него. А это значит, что если вы подлетите на какой-нибудь небольшой кочке, у вас орудие может дернуться так, что вы просто не успеете его обратно навести на противника. Поэтому будьте осторожны при активном геймплее. И в целом 72-ка, на мой взгляд, играется довольно неплохо, особенно у немцев, потому что ГДРовская Т-72М1, на мой взгляд, является отличной машиной для дополнения бывого рейтинга 9,3 и 9,0. И если вы будете ее брать, например, вторым или даже третьим выездом, то противник будет немножечко шокирован, потому что обычно к этому моменту уже все катаются на зенитках, либо на каких-нибудь легких машинах, а тут на них выкатывается 72-ка, которая вполне способна их разнести. Потому что, как я и говорил, снаряды у нас замечательные, и самая главная фишка 72-ки это, в принципе, его вооружение, то есть пушка со снарядами. И если вы будете грамотно действовать, играть от укрытий, играть на средней и дальней дистанции, используя свой лазерный дальномер, то 72-ка будет отыгрываться вполне себе неплохо, и даже выдавать хорошие результаты. Вы, конечно, можете использовать ее для зеркрашей и занятия точек, но будьте максимально аккуратны, желательно, чтобы вас прикрывал какой-нибудь союзник, тогда вам будет немножко играть попроще. Я бы не сказал, что эта 72-ка является легким танком. Вам нужно к моменту ее выкачивания уже обладать каким-никаким, но скиллом. Лично я считаю, что КДР-овская версия 72-ки М1 является довольно неплохой. Не сказать бы, что прям МБА какая-то, но для дополнения сетапа немцев просто замечательно подходит. Поэтому к прокачке я вам ее советую. Но если у вас скилл не очень хороший, вам будет на ней сложновато, на мой взгляд. Ну а что вы думаете по поводу Т-72 М1? Делитесь своими комментариями, я их обязательно почитаю. Если ролик вам понравился, был интересен и полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Также заходите во все мои социальные сети, а также на мой второй канал ВК Плей, где я тоже провожу стримы, в том числе и по другим играм. А если вы донатите в Ротандер, в Энлист или в Кроссаут, более-менее постоянно, то можете пользоваться моей реферальной ссылочкой. Тем самым вы будете немножко экономить, и получите мою блогерскую наклейку в подарок. Ну а если вы хотите поддержать меня напрямую, получив при этом ранний доступ ко всем роликам, эксклюзивный контент, подборки без цензуры, лайв-форматы и прохождение игр, то советую вам рассмотреть подписку на Бусти. Все ссылки есть в описании. И с вами был Паша Фриман, всем удачи, счастливо и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok